1 апреля отмечается День смеха. Чем не повод повеселиться сей семьёй и прочитать весёлые рассказы и стихи замечательного современного писателя Артура Геворгизова? Артур Александрович лауреат всяческих литературных премий, автор стихов, рассказов и пьес для детей. Один из любимейших писателей современности. Над его книгами смеются и плачут от смеха и дети, и взрослые, у которых за душой имеется чувство юмора, но ещё некоторая склонность к абсурду. Родился Артур Геворгизов 13 марта 1965 года в Киеве. Через три года семья переехала в Москву, где он окончил музыкальное училище при Московской консерватории. Сейчас работает педагогом в музыкальной школе, преподает игру на классической гитаре. Первая публикация в 1998 году в журнале «Сатирикон». Первая книга со шкафом на велосипеде вышла в свет в 2003 году. Публиковался во множестве журналов. Артур Геворгизов рассказы и стихи пишет необычные. В них ненавязчиво объясняется, что такое хорошо, а что такое плохо. Пишет одинаково, остроумно, кратко и ясно. Его амплуа – мастер короткого юмористического рассказа. Мир глазами подростка, парадоксальность мышления – вот проза Геворгизова. Да и сам он человек занятный, с детьми знаком не понаслышке, считает, что они понимают его больше, чем взрослые, и понимают, что окружающий мир не такой злой и страшный, как нам кажется. А еще Артура Геворгизова называют ужасно непедагогичным писателем. Он находит это комплиментом. Категорически не согласен с тем, кто считает, что современная детская литература никому не нужна. Некоторые критики считают Геворгизова продолжателем традиции Драгунского и Галявкина. И стихи, и проза Геворгизова родом вовсе не из Чуковского и Носова, в любви к творчеству, которых он неоднократно признавался в печати, а скорее, или как минимум в не меньшей степени, из абсурдистского театра Беккета и Ионеска, пропущенного через филологический стёб Хармса и Введенского. У Геворгизова есть восторженные поклонники и энергичные противники, а это значит, перед нами интересное художественное явление, без которого наш читательский мир был бы скучным. Он, обладая чувством юмора, например, на вопрос, какая должна быть погода, чтобы написать хорошую книжку, ответил, плюс 11, пасмурно, с прояснениями, давление, лучше вообще без давления. А на вопрос, почему вам нравится быть детским писателем, приятно очень. Его книги награждены дипломом дома детской книги «Синяя птица». Дважды побеждали в конкурсе «Алые паруса». Геворгизов стал лауреатом премии «Заветная мечта». И премии имени Самуила Маршака. И еще получил приз журналистов «Медиафаворит» в ежегодном национальном конкурсе «Книга года» в 2005 году. В 2011 году стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского. Геворгизов талантлив, и хоку у него получается, и села Батоника звучит кое-где, но все-таки предпочитает он собственный безразмерный размер. В сущности, из анекдотов и состоит книжка про школьника Диму, очаровательна, как кукольный мультсериал, оформленная художницей Верой Каратаевой. Здесь представлена, пожалуй, вся основная тематика школьного подиума, от модного прикида до популярных телепрограмм по кулинарии. Родители и их чадо, учителя и учащиеся, школьные романы и все прочее, чем жива школьная жизнь, так похожие на анекдот. «Слева готический замок». «Что? Ничего не слышу». «Слева готический замок». «Дима, ветер, не слышу». Дима катает Наташу на ковре самолете. «Замуж? Да замок же! Все, пролетели! Дима, не слышно! Замуж!» Геворгизов работает много и в разных жанрах, хотя в основе у него всякий раз все-таки анекдот. «Вот тебе раз!» – шутливая книга, небылицы небывальщими, нарисованные художником Сергеем Любаевым. Лучшая из них – стартовая. И все-таки моя кошка мне кого-то напоминает, особенно когда лает и клювом стучит в окошко. Мир в этой книге перевернут с ног на голову. Дети вместо того, чтобы играть в песочнице, воспитывают непослушных взрослых. Собаки заводят себе в качестве домашних питомцев людей. Динозавры ходят в музей, чтобы посмотреть на человеческие скелеты. Майдадыр пачкает детей грязью, а колобок съедает лису. «Что еще за фокусы?» – скажет строгий читатель. «Строгие люди не терпят всякого баловства». Хорошо, что авторы этой книги, поэт Артур Гевардизов и художник Сергей Любаев, не такие строгие и серьезные. Им нравится играть и фантазировать на тему «А что если бы?» Кроме того, небылица – это всегда игра, продолжить которую можно и после прочтения книги, сочиняя вместе со взрослыми и друзьями свои собственные шутливые истории и выворачивая повседневность наизнанку. Например, вот так. «На полочке в стеклянной баночке сидят Сережа и Андрей. Они живут теперь у бабочки в ее коллекции людей». Здесь много отличных анекдотов в рифму из школьной и прочей жизни, как, собственно, и в любой книжке Гевардизова. И столь же много оригинально обыгрываемых цитат, прямых и косвенных. К числу последних относится романс «Я вас не люблю». Почему романс? Вероятно, потому что, во-первых, Артур Гевардизов – музыкант и учитель музыки. А во-вторых, потому что перерабатывает он здесь, вероятно, песню Владимира Высоцкого «Я не люблю». «Я вас не люблю». «Я не люблю четыре вещи – будильник, лед и пианино, махровый шарф, зубные клещи, шнурки и щетку для ботинок, пыль под диваном, швабру, веник, какао, вас, тетради в клетку, все дни, включая понедельник, соседку слева и соседку справа». Почему нам смешно? Потому что, заявив в первой строке «Нелюбовь к четырем вещам», далее автор перечисляет 16, собирая все подряд от швабры и веника до какао «Одноклассницы» и «Господи помилуй вас». Пусть стихи Артура все время что-то напоминают, как сказал Михаил Яснов, и добавил, но одновременно они настолько оригинальные, что сходство с чем-либо улетучивается, а остается читательское удивление и восхищение. «Ну надо же, вот как увидел, вот как услышал, вот что придумал». И это совершенно верно. Прав Михаил Дэвидович. Видит, слышит, придумывает. И читает Артур Геворгизов по-настоящему творчески. То есть так, как увидеть, услышать, прочитать и придумать может только он. Любимая многими книжка Геворгизова – большой сборник шуток и анекдотов про драконов и милиционеров. Это вредно. «Двадцать километров до пещеры не летит дракон, идет пешком, потому что милиционеры – очень уж тяжелая вида. Двигался дракон на юго-запад, без дороги, в полной темноте, шел из пасти неприятный запах и стреляло что-то в животе». Почему нам смешно? Потому что, заявив в первой строке «Нелюбовь к четырем вещам», далее автор перечисляет шестнадцать, собирая все подряд от швабры и веника до какао, одноклассницы и, Господи помилуй, вас. Пусть стихи Артура все время что-то напоминают, как сказал Михаил Яснов, и добавил «Но одновременно они настолько оригинальные, что сходство с чем-либо улетучивается, а остается читательское удивление и восхищение. Ну надо же, вот как увидел, вот как услышал, вот что придумал». И это совершенно верно. Прав Михаил Дэвидович. Видит, слышит, придумывает. И читает Артур Геворгизов по-настоящему творчески. То есть так, как увидеть, услышать, прочитать и придумать, может только он. Ради мамы. Встань, пожалуйста, в угол. «Ну что, тебе трудно встать? Я хоть немножко, Сережа, должна тебя наказать. Ведь ты разбил всю посуду и шкаф с одеждой поджег. Противно слушать? Не буду. Ну встань ради мамы, сынок». В точки зрения повседневности с ее пониманием детства мир Геворгизова абсурден. Отголоски аналогичных небывальщин Хармса узнаются в гротескной демонстрации нелепости. А голова Оли в облаках. «Нет, Оля не летает. Просто Оле купили туфли на высоких каблуках. Теперь не только в школе, в баскетболе нет равных ей по росту. Каблуки. Красиво-то красиво, но в итоге никто не просит Олиной руки. Руки теперь не видно, только ноги». Первая книга Геворгизова со шкафом на велосипеде. Книга предназначена в первую очередь самым-самым нечитающим детям среднего школьного возраста. Книжная лихорадка после смешных рассказов Геворгизова всем нечитателям обеспечена. Особенно, думается, понравятся его рассказы тем, кто отбывает повинность в музыкальной школе. И как никому другому понятен его поступок директора, героя одного из рассказов, который, чтобы привлечь внимание детей, решил поменять таблички. Вместо музыкальной школы повесил секретная база. Именно поэтому в книжке есть специальный раздел, где автор с присущими ему юмором и иронией рассказывает обо всех музыкальных инструментах, которые могут попасть в руки ребенка, поступившего в музыкалку. Записки выдающегося двоечника. Книга сделана с выдумкой. На полке магазина она прикинулась забытой кем-то школьной тетрадкой, выставив на всеобщее обозрение ребристую упругую пружинку, скрепляющую изрисованные шкалярскими караколями страницы. Странички этой тетрадки уже заняты ежедневником некоего выдающегося двоечника, трижды ученика четвертого класса Гаврилова Сережи. В этом сборнике Артур Геворгизов остался верен себе, сохранив и прежних героев, и лаконичную форму мини-рассказа и стиль. Кто-то из критиков уже назвал Геворгизова современным Хармсом. У кого-то нашлись в запасе умные филологические термины. Сюрреализм, ирония, парадокс, юмор абсурда. Коля автоматически снял куртку, сел в кресло и включил телевизор. Сначала сделай уроки автоматически, сказала мама. Коля выключил телевизор, открыл учебник по химии и начал автоматически переворачивать страницы. Подошел папа. Он автоматически погладил Колю по голове и сказал, «Учись, сын мой, науки сокращают нам опыты бестротекущей жизни». Через 124 минуты Коля захлопнул учебник, автоматически надел куртку и посмотрел на маму. До половины десятого автоматически сказала мама. «Пын мой, науки сокращают нам опыты бестротекущие», сказал папа. Папа опять сломался. Книга «Хитрый зубов» составлена из новых и ранее публикованных рассказов. Является книгой почти школьной, то есть почти целиком посвященной ученикам, ученицам, учителям и родителям. Попытаемся и самим сборником поступить по школьному. Возьмем, да и поставим отметки по тем позициям, без которых невозможно представить современную продвинутую детскую литературу. Картина получается вдохновляющая. Краткость. 5 баллов с плюсом. Каждый рассказ, даже прочитанный слух, занимает не более двух минут. Юмор. 5 баллов. Извините, с минусом. Одна девочка спросила, а он чего считает смешным? Абсурд. 5 баллов ровно. Без добавки абсурда нынешний читатель вообще не поймет, о чем с ним разговаривают, поэтому многие авторы страдают передозировкой, но только не геворгизов. Писательский язык. 5 баллов. За то, что свободный, немножко повествовательный, множко разговорный, пригодный и для диалога героев, и для авторского комментария. Читательский адрес. 5 баллов. С плюсом. В мире, где границы детства давно превратились в иллюзию, только и остается, что писать сразу для всех. К счастью, есть еще один очень важный предмет, по которому отметок не ставят. Называется нежность. Это редкое, полузабутое чувство тихо светится из глубины смешных коротышек Артура Геворгизова. Именно поэтому он хороший писатель. По итогам всероссийского конкурса детской читательской жюри возрастной категории от 7 до 9 лет. Лучшим писателем дети назвали Артура Геворгизова с книгой «Хитрый зубов». Ну, а если в вашей жизни не хватает радости и праздников, то книга просто праздник, создана как нельзя кстати. День здорового питания, день студента и всемирный день пчел. Кажется, эти даты давно пора отметить в календаре красным и начать от души их праздновать. Тем более, что по каждому торжественному поводу поэт Артур Геворгизов сочинил особое стихотворение. Например, для Дня космонавтики. Саша и Таня – дети как дети, только папа у них марсианин. Саша и Таня меняются в цвете, особенно уши у Тани. Перед контрольной обычное дело – сильно краснеют. А Вадик – он по-другому, становится белым. У Вадика папа – лунатик. Из Фрозии. В стихах Артур Гевордизов все время старается рассказать не просто о смешном, но об умном смешном. И в стихах он остается верен своему несколько парадоксальному взгляду на окружающий мир. Вроде бы все в этом мире на месте, но если посмотреть немножко со стороны или задрать повыше голову, или резко обернуться, можно ухватить что-то такое, что не поддается простой логике. Бывают же такие книги, про которые лучше всего просто сказать – берите и читайте.